В Крыму отметили вторую годовщину после исторического референдума, на котором большинство жителей проголосовали за возвращение полуострова в состав России. Но в повседневной жизни у Крыма остаются проблемы, которые надо решать реальными делами, а не пропагандой на местах. За эти два года проблем стало ненамного меньше, складывается ощущение, что власти провернули операцию по-быстрому, а что делать дальше, как не продумали с самого начала, так до сих пор и не знают. Об этом накануне ТВ рассказал крымский политик, экс-председатель Верховного Совета Крыма Леонид Грач. Поэтому, вне всякой сомнения, здесь две главенствующие точки были. Это выстраданные, созревшие настроения крымчан. С другой стороны, отсторжение Украиной, в принципе, Крыма, его позиции, его конституционных полномочий и так далее. И третья, прямо надо сказать, блестящая операция людей в мундирах. Их еще называют вежливыми человечками. Эксперт уверен, крымчане рады, что они снова на своей земле, снова с Россией. Но этому радоваться вечно невозможно. Нужно двигаться дальше. Россия, матушка, спасибо ей, потому что она взяла на себя не только операцию. Операция прошла успешно и быстротечно. И последствия этой операции, я один из первых сказал еще два года назад, что бесследно для экономики России Крым не пройдет. Экономике России будет тяжелое бремя и так далее. И я, с одной стороны, благодарю российский народ за это. Но я прямо хочу сказать, что Москва, в данном случае Кремль, должны изменить тактику свою. Леонид Грач сетует на то, что за эти два года мало что изменилось. Проблем стало ненамного меньше. Нужно решать проблемы Крыма. Нужно заниматься полуостровом всерьез. А власти пока занимаются только пропагандой. Хотя реальных дел почти нет, уверен политик. Главная болевая проблема для Крыма – это ее кадры. Кадры никчемные. Кадры воровские. Кадры непрофессиональные. И так далее. Вы же понимаете, каков хоп, таков приход. У господина Аксенова очень темное прошлое, о котором хорошо известно крымчанам. Он неук вообще. Болтун, но неук. Он ни в экономике, ни в управлении, ни в социальном плане, ни в кадровой политике. Он ни на что не способен. А люди же это все видят, понимают. А люди уже устали за этих два года. Надо же, в конце концов, заняться Крымом всерьез. Если будет в Крыму мир, будет мир и в России. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».